Власти ДНР призывают жителей Донецка быть предельно бдительными. В городе работают диверсионные группы. В обращении к землякам ополченцы просят сообщать обо всех подозрительных группах людей, исключая, что те могут быть одеты в униформу силы самообороны Донбасса. Версия о диверсантах получает довольно четкие очертания после изучения места происшествия. Характер воронок и показания очевидцев говорят о том, что мирных горожан расстреляли прицельно. Игорь Максименко об основных уликах. О том, что в Донецк украинские силовики забросили несколько групп для совершения терактов, в руководстве ДНР говорили давно. И призывали граждан сообщать обо всех подозрительных лицах, замеченных в городе. Диверсанты применяли изощренную тактику маскировки и умело заметали следы. Так, по данным ополченцев, в Донецк они пробрались, спрятавшись в машинах с мусорными контейнерами. Там же провезли оружие и боеприпасы. Предположительно, именно на мусоровозе был установлен миномет, из которого диверсанты открыли огонь по мирным жителям в центре Донецка. Троллейбус 17 маршрута был обстрелян в тот момент, когда он подъехал к остановке Дон Гурмаш на улице Куприна в Ленинском районе в самом центре Донецка. Этот густонаселенный массив носит название микрорайон Бассе. На всем протяжении улицы Куприна расположены исключительно жилые дома. Чуть левее остановки Дон Гурмаш, примерно в 100 метрах, находится детский сад номер 254. По близости с остановкой Дон Гурмаш нет никаких промышленных и военных объектов. Это типичный спальный район. Донецкий аэропорт, в котором уже несколько месяцев идут ожесточенные бои, находится в 14 километрах от места происшествия. По предварительным данным, атака на троллейбус велась из 82-миллиметрового миномета. Устройств такого калибра, которое можно установить в кузове автомашины, немного. Террористы могли стрелять из скоростного миномета 2Б9 «Василек». Он, кстати, находится на вооружении украинской армии. Это подтверждает перечень вооружений, утвержденной Верховной Радой в 2011 году. Миномет «Василек» снаряжается кассетой, в которой помещаются 4 мины, и может стрелять очередями, в том числе и с очень близкого расстояния. При разрыве каждая мина дает 500-600 осколков. Это, скорее всего, был миномет. Взрыв минометной мины, он не дает воронки. Ну, она совершенно незначительная, там, небольшая, 3-4-5 сантиметров, не больше. Но зато очень большой радиус, поражающий осколков. Еще одно устройство, которое могло быть применено для обстрела троллейбуса в Донецке, бесшумный переносной миномет 2Б52 «Галл». Его калибр тоже 82 миллиметра. Устройство весом всего 13 килограммов легко спрятать в рюкзаке или багажнике автомобиля. 2Б25 стреляет со скоростью 15 выстрелов в минуту. Этот миномет входит в стандартный набор вооружения диверсионных групп. Стрелять из него можно в любое время суток и при любых погодных условиях. Отчасти мнения эксперта подтверждают и показания очевидцев. Правда, с оговоркой, что взрывы были как от разрыва крупнокалиберного боеприпаса. По характеру тех, что я слышал и то, что я видел, это минометный обстрел 82 миллиметра, скорее всего. Ну, я думаю, что 20, ну, без взрыва миллисекунд 10. Это не за 20 комнатных улетело. Другая версия, которую высказывают эксперты, артиллерийский обстрел. На это указывает серьезный характер повреждений и разрушений. Возгорание троллейбуса номер 17, сгоревшая частная машина, оказавшаяся в зоне обстрела. Также осколки попали в фасады жилых домов и хозяйственных построек, расположенных далеко от места трагедии. В Киеве на варварскую атаку троллейбуса с мирными жителями отреагировали в привычном стиле. Вместо слов сочувствия пострадавшим и соболезнования родственникам погибших, очередная порция обвинений в адрес ополченцев. Вот официальное заявление Министерства обороны Украины. Обстрелянный троллейбус находился в 15 километрах от места дислокации украинских военных, что и исключает их причастность к ужасной атаке. Все факты говорят о том, что террористы обстреляли пассажирский транспорт из жилых массивов, которые контролируются незаконными военными формированиями. Любопытно, что в недавнем случае с расстрелом автобуса под Волновахой киевская верхушка отказалась учитывать тот факт, что трагедия произошла на подконтрольной украинской армии территории. А вот сегодня удаленное расположение собственной артиллерии Киев использует как аргумент в свою пользу. Пример Яценюк и вовсе не стал разбираться в обстоятельствах и сразу перешел к обвинениям. Российские террористы сегодня снова совершили чудовищный акт против человечности и ответственность за это несет Российская Федерация. Немедленное выполнение договоренностей по остановке огня, отводу сил и основное, как установить мир в стране, это убрать российских бандитов с украинской территории. И тогда украинская соборность восстановится. Со слов украинской верхушки выходит, что армия ДНР бьет по своим. Видимо, чтобы скомпрометировать таким жестоким и изощренным способом вооруженные силы Украины. Но факты указывают на то, что проводимая Киевом антитеррористическая операция и есть война против собственного народа. Люди, которые бомбят свой собственный народ, свою собственную территорию, изолируют, блокируют, отсекают от энергетических потоков, отключая рубильник. Совершенно не интересуются женщины, дети и старики там под огнем в нарушении всех законов введения войны. И при этом абсолютно уверены, что Европа даже не заметит этого. В Донецке тем временем распространяют специальные обращения к жителям города. В Донецке прорвались диверсионные группы. Всем жителям будьте бдительны. В Донецке армия ДНР не стреляет из минометов. Скорее всего, диверсанты одеты в форму ДНР. Всем, кто увидит или услышит выстрелы, заметит или увидит работающие минометные расчеты на машинах, срочно сообщить по телефонам доверия.